МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По всей стране прокатилась волна задержаний. Многострадальная Балаклея постепенно начинает оживать. Сегодня возобновила работу местная железнодорожная станция. А военные разрешили эвакуированным жителям окрестных сел и окраин Балаклея вернуться домой. Обо всем подробнее. Станислав Кухарчук. Окраина Балаклея сейчас больше напоминает передовую. Району поселка Нефтяников, похоже, досталось больше всего. Склад от этой улицы всего в километре и в прямой видимости. Сегодня с утра сюда наконец добрались коммунальщики. Пока помогают жителям разбирать завалы. Говорят, одиночные разрывы на сгоревшей базе их уже не страшат. Когда дом трясся и кровать тряслась, это было страшнее. Вы что, это я буду срывать? На окраины Балаклея начали возвращаться жители. Семья Марины во время взрывов эвакуировалась в соседнее село. Там и ночуют. Днем приезжают восстанавливать квартиру. Надеются, что власти их в беде не оставят. Обещают окна вставить. Мы звонили, уже записались. Сказали, какие у нас повреждения в квартире есть. И ожидаем помощь. Наиболее ощутима сейчас помощь волонтеров. Организация, которую представляет Антон, дежурит в городе с первого дня пожара. Пострадавшим помогают, чем могут. Рабочими руками, стройматериалами. Пленки для окон, которую выделили власти, катастрофически не хватает. Первые двое суток сюда не приезжали немчестники и даже не приезжала милиция. Сейчас здесь больше всего люди нуждаются в клеенке и в чопиках. Вы посмотрите, здесь у всех нет стекол. И люди спят в холодных продуваемых квартирах. Для местных жителей волонтеры на территории детсада даже развернули полевую кухню. Любовь Степановна вернулась в город еще вчера. Говорит, волонтерские каши и чай очень выручают. Приготовить еду дома у большинства жителей просто нет возможности. Спрашиваем кашу. Вчера была очень вкусная каша. И сегодня пришли на обед. Немного газа, немного света. Магазин еще мало работает. Многие жители жалуются. Официальные пункты помощи власти развернули в центре города. Добраться туда с окраин крайне сложно. Привозят в центр. В центр города, в котором максимум у кого-то может стекло вылетело. Вчера целый день раздавали. И сегодня везут туда в центр. Но сюда не везут ничего. Почему так? Времени на комментарии у главы районной администрации для нас не нашлось. Мол, весь в работе. Но мимоходом заверил, ситуацию с гуманитарной помощью уже уладили. Сейчас все усилия брошены на восстановление коммуникаций. В некоторых окрестных селах свет уже есть. До завтра его обещают подать и в Балаклею. А вот газоснабжение смогут восстановить только к концу месяца. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Как обстоят дела в Балаклее в эти минуты? Мы спросим у Станислава Кухарчука. Он с нами на прямой связи. Стас, добрый вечер. И слышны ли в городе взрывы до сих пор? Добрый вечер, Татьяна. Думаю, что ситуацию на складе уже можно назвать относительно контролируемой. Военным удалось не только локализовать пожарную и потушить огонь. Хотя поодиночные, одинокие взрывы на складе все-таки доносятся. Их отчетливо слышно и даже видно. Это в первую очередь связано с тлением под завалами, которые сейчас пытаются расчистить при помощи тяжелой техники. Деякие завалищи тлуют и, власне, выбухи, которые мы иногда слышим, они, власне, отбываются там. Гасится все водой и вода, ну, через высокую температуру, она не встегает туда, навіть, потратили. Она выпаровывается. Проблем с разлетевшимися боеприпасами у военных не меньше, чем с самим арсеналом. Важно также сказать, что населенные пункты и поля в радиусе двух километров буквально усеяны неразорвавшимися снарядами и зарядами для РСЗО. Сегодня пиротехники ГСЧС начали понемногу их вывозить. Но вот, как говорят сами саперы, это может занять даже не один месяц. Помощь в разминировании арсенала уже готовы оказать партнеры Украины. Вот как сегодня ближе к вечеру заявили в Харьковской облгосадминистрации. Специалисты НАТО уже понемногу начали пребывать в Балаклею. Такие новости у нас на эту минуту. Татьяна. Спасибо, Стас. Это был наш корреспондент Станислав Кухарчук с последней информацией с Балаклеем. В столице попрощались с российским оппозиционером Денисом Вороненковым. Отпевание провели во Владимирском соборе. На церемонию прощания пришли около полусотни человек. А вот само место погребения до последнего держали в тайне. Продолжит Александр Васильченко. Возле Владимирского собора и внутри храма собрались десятки человек. Все они пришли проститься с Денисом Вороненковым. Отпевание назначили на полдень. Одним из первых в сопровождении нескольких охранников появился оппозиционер Илья Пономарел. Затем в окружении двух телохранителей на отпевание приехала вдова погибшего Мария Максакова. После окончания церемонии присутствующие прощаются с Вороненковым. Затем гроб с телом Вороненкова перемещают в катафалк. Но где будут хоронить оппозиционера, держат в тайне. Позже появляется информация. Политика предадут земле в центре столицы, на Зверенецком кладбище. По неофициальным источникам разрешение на погребение здесь дают только городские власти. И далеко не всем. Уже на самом кладбище спокойным прощаются близкие. Общаться с прессой Максакова отказывается. А вот оппозиционер Илья Пономарел в прощальном слове пообещал отомстить виновным в смерти соратника. Я имел ввиду ровно то, что я сказал. Я думаю, что это тот случай, когда мы точно знаем, кто стоит за этим убийством. Вплоть до конкретных фамилий. То есть могут быть нюансы, но думаю, что здесь расследование будет не очень долгим. Скорее в том, чтобы убедиться в том, что мы понимаем изначально. Как это обосновывалось для президента страны и так далее. О том, что предателя надо наказать. И что надо, чтобы другие депутаты даже и не думали о том, чтобы переходить на сторону Украины. А я могу сказать, что есть не один депутат, как бывший, так и нынешний, который может оказаться в Киеве. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненко в конце 2016 года переехал в Украину и сменил гражданство. В марте 2017 года был объявлен российскими спецслужбами в международный розыск в рамках дела о мошенничестве. Два дня назад киллер застрелил российского оппозиционера в центре Киева у отеля «Премьер Палас». Охранник политика, который также получил ранение, успел ранить нападающего. Позже убийца скончался в больнице. У экс-депутата остались трое детей. Александр Васильченко, Иван Матриченко. Подробности телеканал «Интер». Еще одной трагедией обернулось разбойное нападение под Киевом. Бандиты в камуфляже поздно вечером ворвались в дом местного фермера в поселке Гребенке Васильковского района. Неизвестные связали хозяина коттеджа, его жену, избивали их и пытали. Таким образом налетчики хотели выведать у супругов, где они хранят ценности. Известно, что бандиты забрали деньги, ружье и скрылись. Мужчина скончался от побоев, его жена в больнице в тяжелом состоянии. В реанимации под этим аппарат стучного дыхания. Ну тут все шокировано. Ну, он прекрасно жив, ничего нет, никаких вопросов. Как вот так забрать жизнь в людей? Кто это? Я за руку поднялась на это. Подебных случаев за минулий рік было минимум десятки по різным областям Украины. Почерк той же. Это напад на фермера в ночи озброенный, катывание и требование денег. Фактически сегодня реформа полиции остановилась на патрульных в больших местах. Село залишено на призволящее и перетворяется на дикий захід. В некоторых областях фермеры даже были змушены створить властные озброенные загоны самообороны. Акции протеста и массовое задержание в Беларуси. Количество людей, упакованных в автозаке, уже достигает тысячи. Правда, официально эту информацию не подтверждают. В Беларуси сегодня национальный праздник, День воли, 99-я годовщина, провозглашение Белорусской Народной Республики. Отмечают его протестами против так называемого налога на тунеядцев. Как все было, смотрите в следующем сюжете. Вот у какого-то парня ведут автозак. Он говорит, что шел в кафе. Еще видно, его задержали. В автозаке бросают всех без разборок. Человеку просто подходят двое, берут под руки без объяснений и уводят. В случае сопротивления не церемонятся. Эти люди не обязательно в милицейской форме или экипировке ОМОНа. Часто в штатском. Увозят в неизвестном направлении. Помогите, перекрытие! Забудьте не пронять! Это происходит в центре Минска. Доступ на Площадь Победы перекрыли автозаками, водометами и бронированными автомобилями. Правоохранители со счетами выстроились в несколько кордонов. Людям не разрешают собираться большими группами. Власть не дала разрешения на сегодняшний митинг. Президент открыто предупреждал, чего ждать тем, кто осмелится выйти с протестами. Мы никому не закрываем рот. Я уже об этом говорил. Но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться. Но даже несмотря на такие перспективы, люди все равно выходят на улицу. Это происходит по всей стране каждые выходные вот уже больше месяца. Протестующие выступают против так называемого налога на тунеядство. Прошлой осенью почти полмиллиона белорусов получили письма из налоговой с требованием уплатить годовой сбор на сумму примерно в 200 долларов. Это касается всех, кто проработал менее 183 дней в год. В ответ белорусы стали массово выходить с акциями протеста. Активистов начали массово задерживать. Большинство отделались штрафами и арестами на 15 суток. Цель вот этих всех событий – это сбить накал этих демонстраций, которые мы видели в течение месяца, когда люди вышли протестовать против декрета номер 3. Ну и в принципе, я бы сказал, наверное, шире против вообще экономической политики правительства. Таких массовых протестов в Беларуси не было с 2010 года. И недовольство людей заставило президента Лукашенко приостановить действия декрета. Но только до конца года. И отказываться от него он не собирается. Поэтому митинги будут продолжаться, даже несмотря на аресты. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. А в Германии после теракта на рождественском рынке Берлина высылают из страны всех подозреваемых в терроризме. Таким образом, немцы пытаются предотвратить последующие атаки. Подробнее Татьяна Лагунова. Германия подозревает и высылает. Немцы начали депортировать людей, которые считают причастными к террористической деятельности. Причем впервые решили выслать из страны двух человек, которые родились на территории Германии. Речь идет о двух молодых людях, которых задержали в феврале в ходе масштабной антитеррористической операции в городе Геттинген. Уроженцы Германии с нигерийскими и алжирскими корнями хранили оружие, амуницию и флаги ИГИЛ. Силовики предположили, они могли готовить теракт. И предложили Министерству внутренних дел Нижней Саксонии рассмотреть возможность депортации. Ведомство и суд дали добро на высылку. Несмотря на то, что задержанные только планировали атаку и родились в Германии, хотя и не получили немецкие паспорта. Власти Нижней Саксонии уже ведут переговоры о депортации с Нигерией и Алжиром. Выслать подозреваемых планируют до середины апреля. Упрощена и процедура высылки из страны беженцев, которые угрожают национальной безопасности. После теракта на рождественском рынке Берлина власти Германии решили создать специальный центр. Там до момента высылки будут содержать потенциально опасных иностранцев, которым предписано покинуть страну. Плюс обяжут их носить электронные браслеты. Татьяна Лугнович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ну а в Лондоне многотысячный протест против Брекзита. Десятки тысяч людей прошли маршем по центру столицы Великобритании под лозунгом «Объединимся для Европы». Уже через четыре дня правительство официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза. Лондонцы несли транспаранты «Остановите Брекзит и мы хотим остаться». Завершился марш митингом на площади возле парламента. Там в среду произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Европа разных скоростей или еще больше единства? План развития ЕС на ближайшие 10 лет утвердили сегодня лидеры Евросоюза. Там собрались они в Риме в честь 60-й годовщины подписания Римского договора, который когда-то и заложил основы создания ЕС. Накануне состоялась встреча с папой римским Франциском, который предупредил, Евросоюз рискует умереть из-за разногласий. Какой курс выбрали для ЕС на будущее, об этом знает наш корреспондент в Риме Елена Абрамович. Капитолийский – один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. И именно тут был заложен фундамент будущего Евросоюза. Как и 60 лет назад, сегодня здесь собираются европейские лидеры. Правда, тогда это были шесть стран, теперь 27. Чтобы напомнить, как все начиналось, евроинституции выпустили исторический ролик о ценностях Союза и о том, что объединяло. Мы ожидаем увидеть Европу, в которой люди каждой из стран будут думать о себе, как о европейцах, в той же степени, как и о гражданах собственной страны. Надеемся, что куда бы они ни направлялись на европейском континенте, будут действительно чувствовать, здесь я дома, я гражданин и этой страны тоже. Празднование со знаменитой речью британского премьера Уинсона Черчилля, но без Великобритании. Брекзит стал ударом для Евросоюза. Последние полгода основная тема саммита в ЕС – как быть дальше. Несколько сценариев развития подготовила в марте Еврокомиссия. Один из них – план многоскоростной Европы. Интеграция лишь в отдельных областях и сотрудничество отдельных групп стран. Он понравился сильным Германии, Франции, Италии, Испании, но вызвал недовольство Литвы и Вышеградской четверки. Это будет многоскоростной распад, писали некоторые СМИ. Сегодня же основной тезис в речах лидеров ЕС – единство. Почему мы должны терять доверие к стремлению к единству сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью? Или потому, что нам стало скучно или надоело это? Европа будет едина или ее не будет вообще? Римскую декларацию сегодня торжественно подписали все лидеры стран ЕС и главы евроинституций. В финальной версии нет острых углов и намеренно не упоминается принцип многоскоростной Европы. Но, похоже, каждый остался при своем видении будущего вместе. В будущем мы будем заниматься трудоустройством, особенно молодежи. И мы взяли на себя обязательство делать это сообща. Иногда, может быть, на разных скоростях, но всегда в одном направлении. Пока лидеры ЕС подписывали декларацию, на улицах Рима, Берлина и Брюсселя прошли марши за единство Европы и лучшее будущее вместе. Тем временем западные СМИ подытожили единственное, о чем все-таки удалось договориться лидерам стран, это то, что они хотят оставаться членами Евросоюза. А вот выработать консенсус для продвижения вперед им вряд ли удалось. Елена Абрамович, Вадим Середонов из Рима. Европейский уберет телеканала Интер. Годовщина подписания Римского договора не обошел вниманием и президент Украины. В своем поздравлении Петр Порошенко завел о том, как важно сохранить единство и дать отпор попыткам разрушить европейскую идею. Успех Евросоюза, по словам украинского гаранта, это приверженность демократии, верховенству права и главное уважение к человеческому достоинству. Это стало основой мира и экономического процветания в Европе. И это всегда объединяло Украину и ЕС. Глава государства подчеркнул, на востоке Украины сегодня защищается европейское будущее. Тем временем артиллерия боевиков продолжает бить по всей линии соприкосновения. Жарче всего на Мариупольском направлении. Но вопреки атакам боевиков, наши военные не только держат оборону, но и обустраивают военно-полевой быт. Больше расскажет Ирина Баглай. Музыкант, солист военного оркестра в довоенной жизни. Теперь десантник-защитник на передовой. Николай, отложив автомат, с гордостью показывает творение рук своего подразделения. Это был хлев. Тут жили свиньи, мы тут все нормально зачислили. Больше-менее парабарьер, полиэтилен, фольгоизол. Ну и дошка, шлейф, машина у нас все работает. Мы скинулись, купили себе электроинструмент по дереву. Баню строили в непосредственной близости от огневых позиций противника. Николай признается, пользуясь моментами затишья, приходилось не досыпать. Зато теперь есть лучшее лекарство от любого недуга. Хлопцы приходят там из окопи, конечно, сыро холодно, эвкалипт есть, мы добавляем, экстракт делаем. В общем, нормально. Хлопцы, чеснок, цибуля, эфирные масла, винник дубовый. Десантники этого подразделения славятся дисциплиной и хозяйским подходом к обустройству позиций. Под прицелом боевиков на крещение даже прорубь вырубили. Объясняют, пока фронт и второй дом, а жить голубые береты приучены в чистоте и порядке. Вопреки постоянным провокациям противника. И этой ночью пришлось стоять под минометным огнем наемников. Вячеслава сослуживца называют самородком. На гражданке был охранником, а на передовой открыл себе талант повара. Для хорошей службы нужно немного. Порядок на позициях и сытный обед. Покушал. Горячая пища была. И вкусно. И все. Голодают на фронте только те, кто ленится что-то делать. А у десантников на всех рубежах одно правило. Никто, кроме нас. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Скандал в Одесской области. Ветераны могут остаться без ежегодной выплаты ко Дню Победы. А все из-за того, что власти не предусмотрели. На это деньги в профильной социальной программе. Почему, выяснял Андрей Анастасов. Василию Павловичу 89. Участник Второй мировой живет в селе Пододессы. День Победы для него главный праздник в году. Рядом с фронтовыми фотографиями хранит все открытки к 9 мая. Вот это и награждали меня. Сейчас, конечно, очень много отошло. Уже участник боевых действий повымирали. В Одесской области фронтовиков осталось не более 700. И вот выясняется, в региональной программе «Защита и забота», изменения, в которую на днях утвердили депутаты, о них не позаботились. В графе «Выдать ко Дню Победы единоразовую помощь 1000 гривен пусто. Ноль». Но как же так получилось? Оправдываясь, чиновники ссылаются и на кадровую чехарду, и на непрофессионализм предшественников, а главное, на отсутствие бюджетного финансирования. К сожалению, вышла накладка. И цифры, то есть фактических денег этих нет. Однако уверяют, в безденежной помощи к празднику ветераны не останутся. Средства возьмут из той же программы, но и с другой статьи – «Оказание материальной помощи». От участников Второй мировой, мол, понадобится лишь заявление. Все это остается в полном размере. Единственная цифра по 1000 гривен к 9 мая, она будет компенсирована просто за счет другой строки бюджета. И все. К 9 мая. А вот замглавы профильной комиссии облсовета уверена, департамент соцполитики чисто физически не успеет за полтора месяца собрать все необходимые документы и провести оплаты. Даже если это какой-то убыстренный, ускоренный вариант, все равно никак не обойтись. От акта обследования жилища, от предоставления справки о составе семьи, о доходах членов семьи, если ветеран живет не один. То есть это все процедурный вопрос. Однозначно, процедуру через материальную помощь не получат все. Успеют ли чиновники, покажет время. Но по-прежнему остается открытым вопрос, зачем было доводить ситуацию до такого состояния и почему крайними сделали ветеранов. Ведь очевидно, как много значит для них приближающийся праздник. Я за то, чтобы все, кто в живых остался по настоящее время, чтобы они получили вот эту сумму денег с честью. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Работники Николаевского машиностроительного завода опасаются рейдерского захвата их предприятия. Несколько дней назад Киевский Печерский суд вынес решение об аресте имущества предприятия с запретом на хоздеятельность. Несколько сот человек в один миг могут остаться без работы и зарплаты. Подробности в сюжете. Сегодня на предприятии выходной, но половина сотрудников вышли охранять свои рабочие места. Ждут вероятного рейдерского захвата. Несколько дней назад Печерский суд по просьбе генпрокуратуры принял решение об аресте имущества завода. Работники уверены, решение суда станет лишь предлогом для введения на завод чужой охраны и, как следствие, захвата. Здесь есть трудовой коллектив. Это несколько сотен людей, которые обеспечивают свою семью, платят налоги. И если закроется предприятие, то в принципе у многих будут проблемы с трудоустройством. Разобраться в ситуации приехали несколько народных депутатов. Говорят, власти пытаются реализовать классический сценарий. Руками генпрокуратуры забрать предприятие у одного собственника и передать другому своему. Естественно, ухвала суда, тем более Печерского суда, не могла появиться без поддержки власти, без подачи генеральной прокуратуры. Ключевой момент, который стоит о том, что то, что это предприятие направлено на рейдерский захват и на уничтожение, то, что запрет хозяйственной деятельности. Просто может быть захвачено все предприятие целиком. И остановлено, вот чем самое страшное. Остановлено предприятие, люди останутся без заработной платы. Решение суда было принято в рамках некоего уголовного производства по статье об умышленном доведении предприятия до банкротства. Представитель собственника подчеркивает, завод был куплен на открытых торгах и успешно функционирует уже несколько лет. Поэтому никаких претензий к ним быть не может. Активы, которые к нам мы выкупили на торгах, как добросовестный покупатель, сегодня работают. Мы сегодня ремонтируем суда, мы выполняем заказы. Естественно, если мы потеряем эти активы, люди останутся без работы. Больше других ситуаций обеспокоены рабочие. Ведь найти сегодня новую работу в Николаеве практически невозможно. Наши предприятия работают, имеют загрузку. У нас практически нет свободного времени. Я утром прихожу, день проходит как пять минут. Мы останемся на улице. Нам деваться некуда. Идти нам некуда. За что мы будем жить? За что эти сумасшедшие деньги за коммунальные услуги платить? Выжить просто невозможно. Если станет предприятие, нам деваться некуда. Мы должны что делать? Умирать с голоду. Работники предприятия так просто сдаваться не собираются. Намерены отстаивать свои рабочие места до последнего. К тому же в цехах сейчас выполняют несколько заказов. И это ответственность перед клиентами. Ольга Иванченко, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканала Интер. Николаев. В Николаеве активисты демонтировали незаконный забор, которым местный депутат оградил участок возле квартиры в многоэтажном доме. Депутат горсовета затеял стройку год назад. Самовольно захватил участок земли и обустроил террасу. Его соседи и правозащитники все это время обивали пороги чиновников, но никто не захотел демонтировать незаконное сооружение. Люди взяли дело в свои руки и сегодня сами разобрали забор. Кирилл Ющишин продолжит. Дом, вокруг которого разгорелся скандал в центре Николаева. Квартира в этом доме с видом на Букский лиман. Около года назад у жильцов этой хрущевки появился новый сосед. Депутат городского совета от партии Самопомич Вячеслав Апанасенко. Он купил подвал. Авторца дома якобы только на время перестройки. Крыльца поставил забор. Но его не убрали до сих пор. Внутри депутат обустроил уютный дворик с местом для парковки авто. Какой у меня может быть вид? Любуюсь на чужих собак и на две машины, которые ставит депутат. Жители дома говорят, депутат обустроил себе в подвале квартиру. А огороженную территорию используют как частную террасу. Это придомная территория. И любыми путями она не может быть его властностью. Посмотрите, здесь все закрывается. Здесь невозможно не подойти ничего. Жильцы вместе с правозащитниками целый год ходили из одной инстанции в другую. Но жалобы результата не дали. Вот, например, реакция владельца террасы на критику во время заседания депутатской комиссии. Все знают, что ты, проходимец, бывший шуер, картежный, бывший негодяй. Люди, не дождавшись реакции местных властей, решили снести незаконный забор. Он сузил проезжую часть. Машина заезжает, собьет ребенка. А ребенок тот же самый мой выбежит, попадет под машину. Зачем это делать? Депутат Панасенко абсолютно наглым таким обманным путем захватил часть придомовой территории жителей, на которой он выстроил свое частное строение. Депутата в момент сноса ограды дома не оказалось. Ситуацию прокомментировал по телефону. По его мнению, это не частная терраса, а благоустроенный общий двор. Жильцы дома уже разобрали две секции бетонного забора, но, как стало известно, уже к вечеру. Вячеслав Апанасенко вернулся домой и во время ссоры с соседями ударил одного из них. Сейчас оба в центральном райотделе полиции. Подробности будут следить за развитием событий. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. В Украине сократилось производство железорудного сырья. По данным металлургических предприятий, с начала этого года добыча составила более 11 миллионов тонн, что на полтора миллиона меньше, чем в прошлом. А в Минэнерго Украины объявили о закрытии сразу семи государственных шахт. Таким образом, число угледобывающих предприятий снизится с 33 до 26. Такую информацию опубликовали в пресс-службе министерства. При этом добычу угля планируют увеличить на 50%. Такого результата обещают добиться за счет модернизации предприятий. С этой целью из бюджета выделили практически 2 миллиарда гривен. И напомню, из-за блокады Донбасса, Янакиевский металлургический завод и объединение Краснодон-Уголь останавливают производство. Также с марта полностью перекрыты поставки угля из донецких шахт. Бездействие, которое тянет на уголовное дело. Прокуратура Киева обвиняет председателя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева в двойном росте долга у Карнафты. Об этом идет речь в постановлении Печерского райсуда. И согласно обнародованным данным, бездействие Коболева, по мнению прокуроров, не позволило государству остановить контроль над Укрнафтой. В то же время налоговый долг компании вырос с 5,5 до 10 миллиардов гривен. А на начало года он уже составил около 13 миллиардов гривен. Греки по всему миру сегодня отмечают День независимости. В этот день, в 1821 году, в Греции началась революция, итогом которой стало освобождение от 400-летнего османского господства в стране. Торжественные мероприятия прошли в Одессе, в музее греческого фонда культуры. Там собрались представители диаспоры, официальные делегаты из Греции, местные чиновники. Для грека в Одессе имеет особое значение. Дело в том, что в начале 19 века именно в Одессе была создана тайная организация Филикия Терия, которая в дальнейшем стала локомотивом греческого освободительного движения по всей Европе. Участники торжества возложили венки к скульптурной композиции, изображающей троих основателей этого общества. День независимости Греции совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы, поэтому для нас это двойной праздник. А кроме того, этот день мы воспринимаем как начало весны, возрождение природы. Вот почему 25 марта так любят в Греции. Новый вид искусства, с помощью которого можно не только украсить дом или офис, но и уберечь его от бед, презентовали в Национальном музее Украинского народного декоративного искусства. Там состоялась первая выставка проекта «Рушарт», созданного по инициативе Ольги Богомолец. Экспонаты. Старые вышитые рушники, испорченные бытом и временем. В рамках проекта их возвращают к жизни, вставляют в рамки, подбирают паспорту и расшифровывают узоры, которыми мастерицы украшали свои вышивки. Таким оберегам, говорят, можно привлечь желаемое в дом или же защитить себя и родных. В музее выставка будет проходить две недели, а затем ее покажут в Верховной Раде и Днепре. Новое слово «Рушарт», «Реинкарнатель». То есть, она создала целую философию этого явления. Теперь, в основном, те люди, которые имеют дома рушники, они могут вернуться в майстерню Рушарт, которая им передала свою идею, и они могут сделать из старого рушника рушарда, который станет прекрасным домом, прекрасным офисом. Наш эфир подходит к концу завтра в 20.00. Мой коллега Алексей Лихман расскажет вам о главных событиях этой недели. И вот в двух словах о чем именно. Показательная казнь в центре Киева. Кому выгодна смерть бывшего депутата Госдумы, осевшего в Украине? И почему Украина приютила, но не уберегла ключевого свидетеля в деле Януковича? Серые схемы после черной блокады. Каких размеров достигли контрабандные потоки там, где действует запрет на торговлю с оккупированными территориями? Балаклея в огне. Как организована эвакуация целого города и кто оплатит новую жизнь людям, потерявшим все? В ожидании манны лекарственной. Готово ли государство выполнить обещание со второго раза и снизить цены на препараты в аптеках? Это все. Больше информации на нашем сайте. Подробности Юэй. Приятного вечера и побольше хороших новостей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин